Всем привет дорогие друзья, с вами RedFox и у нас новенькая игрушка. Пока у нас проблемы с прохождением Варлока, самое время отвлечься. Итак, на Хельбек Данжен Мастер новая игра. Ну как новая, для меня. Вроде бы она не сильно новая. Но я ее раньше не видел, а тут попалась она мне и выглядит интересненько. Я сначала хотел пройти кампанию, типа обучения, а потом в песочницу начать записывать. Но кампания оказалась веселенькая, вроде поначалу с юморком обучения. Поэтому мне кажется, надо прям кампанию и пройти, а там посмотрим. Да, мы желаем начать кампанию. Это, как это назвать, возрождение Данжен Мастера, Данжен Кипера. Очень старая игрушка, в которую мы залипали, я помню, еще друзьями. С юмором и всеми остальными забавными делами. Симпатичная у нас башня. Неожиданно тут оказался русский язык, и он вроде как неплох. А еще тут в варианте озвучки есть английская и немецкая, и французская, кажется. Я вот думал, может мне немецкую включить? Зря я, что ли, его учу. Сейчас уже забросил, правда, но в целом. Подземфонд. Я не буду, наверное, их озвучивать. Они хоть на английском или немецком говорят довольно хорошо. Это вот мы, типа. Учитывая, что я работаю неким образом в IT, это вообще... Тут, кстати, трудовые отношения, это мега смешно. Все, кто связаны с IT, да и не связаны, кто работает, вы прикиньте на себя эти профсоюзы и прочие отношения. Когда ты джуниор и выпустился только из института, ищешь себе работу. Классика. А классика, нет никаких работников. Ты сам за все отвечаешь. Так, все покрутили, первые шажочки. Данжон долго пребывал в запустении, ваша миссия вернуть ему былое величие. Иными словами, добиться, чтобы он приносил доход. Как видите, репутация зависела на отметке 1. Это прямо цыпом на смех. Ваша цель улучшить рейтинг данжона и сделать его самым пугающим и привлекательным во всей стране. Фанк. Отлично. Так, выбрать хранителя подземелья. Блин. Я только что играл в другую игрушку, об которой думал, универсиму. И там поворот клаверши на... Поворот камеры на правую кнопку мыши, а тут на среднюю. Я думал, какую игру поснимать, но универсим мне показалось слишком медитативное. Но посмотрим в будущем. Это Замидар, хранитель подземелья. Если шкала его терпения опустеет, произойдет полный геймовер. Надо не злить. Колдуна. Выбрать управляющего. Рейвок, новый управляющий, главный среди прихвостней. Это мы. Я так понимаю. Теперь выбрать приспешника. Кто у нас из приспешников? Человек-повар. Каждый прихвостень обладает происхождением, профессией, рангом и, к сожалению, жалованием. Впрочем, приспешники первого ранга, стажеры, ничего не стоят. Этот восьмой. Да? Он стоит. Приспешники накапливают опыт, повышают свой ранг. Высокоранговый прихвостень требует большее жалование, но и лажают реже. Работники страны фанха отмеряют время неделями, десятидневными. Каждую неделю приспешники получают положенное жалование. Еженедельные расходы данжена указаны оранжевым цветом. Угу. У тех приспешников есть определенные нужды, если их не удовлетворять, показатели здоровья и духа будут падать. Окей. Нужды приспешников. Счастье права запаса здоровья, прихвостни умирают, а при падении духа до нуля увольняются. Угу. Нормально, что в злодейском данжене есть публичная таверна? Это отдельный прикол. У нас в данжене таверна, в которую приходят обычные люди и платят нам денег. Это типичный гугл, видимо. Это типичный гугл, видимо. Так, строительство. Танузел надо построить. Вопрос, где мы его будем строить? Так, наверное, слишком мало. Так, как-то слишком много. Так, дверь пусть будет здесь. Вторая здесь, если нам будет нужна. Потом поставим. Отхожее место. Так, на Р и Т поворачивать. Отлично. Два отхожих места. Ну, давайте три поставим сразу. Так, всё. Можно ускорять время. Топ, быстрее строили. Ну, смотрите, деревенский туалет. Так, почему дырка снизу, а не северку? Ну, ладно. Ну, ладно. Так, а почему угол такой получился дурацкий, а не прямой? Ну, ладно. А, спальное помещение. Вот, по соседству будет спальня, пусть. Её, наверное, надо побольше, как раз таки. Может так. Так. Пусть туалет будет проходной, или не надо место больше занимать? Чтоб вокруг не ходили. Другой стороны, чё им пусть ходят? Кровати. Две кровати. Ну, пусть пока будут две. Так, тут можно как-то изменить комнату, добавить территорию. Можно убрать территорию. Ладно. Чёрт с ней. С этим углом. Потом, может быть, переделаем, а может и не переделаем. Ого. Какие там стены. Обои поклеили. Да. Не плохо, но очень дорого. Мы должны найти больше денег. Если я хотел бы идти в банкротстве, я бы приглашал дизайнера. Я слышу тебя. Но, в зависимости от статуса, я не уверен, как мы могли победить партия обучающихся. Даже начальники. Если мы не обходим, то это будет ваша. Совершенно. Но я просто приехал, и, ну, я пользуюсь злого злого злого, а не университета. Классика. Трудоустройство джуниором куда-нибудь, да? У нас еще терраса есть, я и не видел. Так, что? Я должен построить эту табурь, чтобы привести в злого 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 злого. Табурь-пепер не уничтожен. Но еще не грязный злого. Я не обладаю больше, я хочу делать лучше. Типичный начальник. Так, выбрать таверну. В таверну стекается посетитель, желающий пропить свое золотишко. У каждого предмета в таверне есть плата за содержание, которая автоматически вычитается в начале каждой недели, совсем как жалование. Ранежевое число включает жалование и стоимость обслуживания аренды. Понятно. Число посетителей и доходов от таверны зависит от числа сидячих мест. Так, 3 из 6. Сейчас ваши безмозглые миньоны едят за теми столами, где могли бы сидеть приносящие доход посетители. Так, затраты 17, а доходы? Непонятно. Перейдите в режим изменения. Добавить дополнительные 4 места для посетителей. Низкокачественный столик, простой бар. Простой бар, я так понимаю, у нас уже есть. Столик надо добавить. Началась новая неделя. Во, кстати, сюда хорошо встает столик. Можно сразу два. Давай вот так. Пока тренировка, по сути, у нас денег немерено. А че, а, не построили еще. А че, а че, а че, а че? Денежки-то хоро-хоро-хоро-хоро-хоро. Ха-ха-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро. Удачный рейд. Ха-ха-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро. Ха-ха-хоро-хоро-хоро. Я ухудшил 6 раз. Мы предупреждали. Я гад-командер, не мара-др. Это требует специфика операционного предприятия. Клирилл. Это не говорится о ваших способностях. Кто спросил тебя, ты че-то злокое-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро? Ха-ха-ха-хоро-хоро-хоро-хоро. Ха-ха-ха-ха-ха. Ривакс наш новый стюар. И за тебя, Орлоф, может быть, я должен получить новый шар-хоро-хоро-хоро. Довольно, дэк. Но я прожил к гиберсерам и дунжон-гарсам. Это не было в моей декабильной работе. О, как? О, как? Хм... 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 Я думаю, мы лучше попробуем коллаборировать. В нашем совместном интересе, Звучит мастер. Да, афирматово. Для этого, ты маленький... Я имею в виду, да, стюард. У нас посетители 5 из 14 теперь. Затраты 27. Доходы непонятны. Ха-ха-ха-ха. За поддержку должны быть открытся как separat... Atomized management conditions of This company's processes. Не означает оптимизированный мастер? Привет! Ах. Это должен показатель струбающего дуста, но не с экспериментами. Мы могли пригождаться к инרךуmassам. Они не хотят нам ещё столько. Мы нам простоill STOP thinking about feeding them from time flies 1945, гугла кого тинькова печеньки и фрукты зарплату можно пока и не платить так расположите поближе к главному входу караулку я вот думаю вот эту прихожую и занять караулкой не знаю как хорошо не знаю стоит ли так делать или оставить это место под разные ловушки может быть ну посмотрим пока обучалка окне подожди а вот вместе с той дверь сейчас две двери тут будет что ли туда не хочет давай попробуем а туда не хочет дверь ставится главное что там стены глухой сейчас не оказалось шкафчики для людей стражников три штуки о нормально как минимум проход есть попробуем так потом может быть тут у нас будет зона с ловушками какая-нибудь а караулка где-нибудь здесь так у нас один повар три стражника а вот стражник пришел каждый шкафчик автоматически нанимает одного или более стражников пока не прозвучит тревога они занимаются своими стражник стражников скими делами а в случае нападения автоматически вступят в бой окей каждый шкафчик увеличивает население башни у нас предел есть у стражников данженов да отображается на панель классическая армия пережить вторжение опа на нас нападают начальник стражи пришел помог забастовка забастовка обалдели что обалдели что обалделяется что обалдели что обалдели что обалдели обалдели как с В начале каждой недели в данжене могут начаться забастовки, которые в теории способны привести к большим неприятностям. Забастовки сильно раздражают Зангдара. Еще бы, когда шкала энергии бастующего пустеет, он прекращает забастовку. В этом случае дух приспешника значительно снижается. То есть пока не вышла у него энергия, надо требования. Бастующий всегда предъявляет какие-то требования, если их выполнить, забастовка прекратится. Требует разрешение работать с ручной цыпой, требует пятидневную рабочую неделю, требует стоматологическую страховку, требует пять недель отпуска в год, требует повышения, требует перерыва на возлияние к Ахве, требует разрешения пить на работе, требует пять минут сидячего отдыха каждый час работы, требует стакан воды, ах да, еще требует отставки Зангдара. Понятно. Шутка, еще чего не хватало. Требования-то заоблачные, просто избавьтесь от неблагодарной вши, увольф ее ко всем чертям. Тем не менее, увольнение приспешников приводит к тратам, которые зависят от их ранга. Сокращение. Все, больше никого забастовщика, туда ему и дорога. Конкуренты. Сокращение. Скажите, пожалуйста, построить кабинет. Кабинет Рейвакса. Так, а где бы нам поставить кабинет? Может вот тут? Или где-нибудь вот здесь? Стол нечеловеческих ресурсов. Открывает доступ к найму приспешников. О, как. Так, ну самое экономное по месту поставить его. Надо же, чтобы красиво было. Надо вот так ставить напротив двери. А там посмотрим. Так, все построить. Как в таверне дела. Посетители 8 из 14. Комната чистая. В таверне висящая сосиска, я только заметил. Так, ну да, быстрее там строим. Ага, трудоустройство. Орк, повар, запроса отсутствует. Первый ранг, черты орков. Мясо-тарянец. Отказывается есть обычный хавчик и овощи. Грязнулия. Не приносит репутацию в чистых комнатах. Ну, видимо, нанять. А больше кандидатов нет. Так, вот у нас кухня, да? Выберите прихвостня орка, чтобы открыть панель информации. Делкните так. Орки плотоядны, поэтому ваши кухни должны готовить для них мясные блюда. Еще что-то случилось. Я не успел посмотреть. Ахой! Я слышал, что ты собираешься кухня? Ну, да, но я просто собираюсь кухня. Кухня орка. Это лучший, который я смогу. Ты квалифицирован? Это типичное собеседование. Мел с гипсом. Мел с гипсом? Я буду скимать мою панель от тейка. Давай, ты не смешешься. Я буду превратить его в первой классной бузы. Ваши миньоны принимают пищу в таверне, что снижает максимальное число посетителей. Столовая позволит им есть в отдельной комнате и не отпугивать самообеспеченную клиентуру. Ага, построить столовую. Но она должна быть рядом с кухней, да, я так понимаю. А вот в коридоре должна поместиться, наверное, тут столовая. Где-нибудь... Вот так. Небольшой обеденный стол, не для гномов. А, впритык. Ну, потом расширим. Парочку столов. Народ это много, 11 из 14, один приспешник. Народу в очереди, народ в очереди есть, ничего себе. А что тут еще открылось? Санузел. Грязевой источник. Использую только зеленокожие гоблины орки-тролли. Позволяет приспешник пачкаться при использовании душа. Уникальный предмет. Для орка надо, видимо, да? Мастер, мы уникальными уникальными униками живых 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 живых. И для дороги, тоже. И мы их serveем хорошие. Дорогие плонк, арбит, аль и сахар, что дырит к твоему гуле. Что? Кто этот человек? Это... Мел, новый храм-плодовщик! Моя позиция живет очень тонко. Мы здесь слишком много нефига, и наша репутация стагнает. Так, чушу. Минд. Mind you, I'm not the kind to wash the mugs every day or to take more than one bath a month, but hey, there are limits to filth. It is true that to attract a certain class of customers or servants, we'll need to raise our standards. Cleaning, improving sanitary facilities, and hiring decent domestics. Yep, exactly. Elves will do the trick. I know there are a bunch of lettuce munchers who think they're hot dung, but they don't mess around with cleanliness. Эльфийские пипидастеры, угу, нанять дымового эльфа. Дардевион, сигларион, эльф-слуга, вегетарианец, брезгливость, беспечность. Чаще приводит действие ловушки, чем другие приспешники. У эльфов есть еще и особые запросы. Так, выберите санузел. Предметы интерьера производят грязюку. Тоже делают и прихвостни, которые ходят тут с грязными ногами и топчут все. Гигиена или ее отсутствие влияет на дух приспешников в зависимости от их черт и происхождения. Например, эльфов или зеленокожих. Эта кнопка дает слугам знать, что нужно ли регулярно убирать в этой комнате. Пока, видимо, не нужно. Или включить? Надо включить. Разместить душ им. Два душа, нанять эльфа-повара. Так, душ надо. Изменить комнату. Душ позволяет прихвостни мыться. Давай парочку поставим. Грязевой источник позволяет зеленокожим пачкаться. Рядом поставим. Так, все вроде пока. Ну, кстати, в туалет ходят. А, вот так. Я думал, это для нока забираться надо выше. Поэтому не понял, в чем дело. А ты думал? А ты думал? Так, повар эльф. Пулиэлла Зальдариэл. Повар эльф. Вегетарианец Брезгливость обеспечен. Разместить плиту на кухне, кладовую на кухне. Каждому своя плита еще. Да? Переставить тоже можно. Кладовая. Повышать на 5. Максимальный запас блюд каждого типа в данном. О, красота какая. Так, все, тут людно становится. 13 из 14, 6 в очереди. Можно еще стол добавить. Как столовой два приспешника принимают пищу с комфортом. Так, че? Ревакс! Темпль Уисмулл Устал марбл колумны. Я просто видел тексты в Дунжон и Деспоте магазине. Подземелье и живодеры. Ха-ха-ха. так интерьер и чё у нас тут украшения квадратный мангал подсвечник чаша фонтан маленькая скамье маленький сундук разместить четыре украшения ограды какие-то белье горшки настенные украшения факелы в белье подштанники наносят ответный удар мисс стирки постеры комикса господи нифига тут ваза с какой-то веткой цветочный горшок колонна ковры стоит одинаковая давайте постелим ковер огромный да статуи татэм колу сажания прикольно все по 40 скидки можно фонтанчик еще отклонить в угол забабахать а чё нет и таверну украсить квадратный мангал квадратный мангал вот угол маленькая скамейка Чистота, конечно, чисто орковская. А, это за увольнение, жалования нет, и тут жалований нет, но уволить её в два раза дороже почему-то. Эльфа, чем орка, хавчик, ноль производства, три потребителя, мясо, десять, овощи, десерты. А, вот это для эльфов, вот это для орков, это общее видимо. Так, видимо, что-то вышло. Так, это кто? Нахельберг. Нахельберг. Надо погуглить, но похоже... Ну и судя по немецкой озвучке, создатели игры немцы, и это вообще не юмор. В Германии это вообще нормальное дело. Ты когда там подписываешься на получение бесплатного журнала, например, там мелким шрифтом в конце добавлено, что если ты в течение двух недель там не отпишешься, то дальше ты автоматически подписан на два года, например, на платную версию журнала. И ты обязан её оплатить сразу за два года. Иначе тебе в суд подадут, и штраф спишут, короче, деньги всё равно. Это вообще там налево и направо такое ведение дел. Поэтому это даже не юмор, это в Германии вот так дела обстоят. Ого, ого, ого! Да, да, да. Общеположение условия служения. Ё-моё, он ещё еле крутится с кроллом. Специально. Так, желающие могут прочитать. А, блин. Медленно прокручу. Я уж не буду это вслух зачитывать. Но тут, судя по всему, довольно забавно. Можно на паузе почитать. Внимательно прочтите перед подписанием. Угу. Понятно. Поставив галочку, принимайте все условия, дающие хозяину полную власть над вашим жалким существованием. Так, да, да, только красный. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе-хе-хе! Так, нужды приспешников. Шкала духа приспешников зависит от трех базовых нужд. Чистота комнаты, набитое брюхо, развлекуха. Так, комнату отдыха с мебелью. Комната отдыха. Давайте вот такую. Игровой стол. Не для дроу и троллей. Гномы и орки заинтересованы только при наличии определенного предмета. А, что-то я какую-то маленькую, да, сделал. Ну ладно, потом переделаем. Мечтальный столик. Только люди и эльфы. Ах, это нормально. У меня людей от одних стражников четыре штуки. Давайте тут библиотеку устроим. Набор для азартных игр позволяет гномам и оркам пользоваться игровым столом. О! Просто куда-нибудь поставить? На два стола не влезут у нас? Так, а че? Ты мешаешь комнату мне расширить, что ли? Вот. Так, все поставили. Два стола. Так, все. Вот сколько народу бежит. Так, я видел тут какие-то новые предметы были. Караулка. Шкафчик для стражника гоблина. Шкафчик для эльфа. Шкафчик для орка. О, надо всех, наверное. Два гоблина, один эльф, один орк. Надо всех, наверное, поставить. Древесная панель для межвылазной воинской стабильности тип F1. Позволяет стражникам дежурить в комнате для ожидания тревоги. Продолжение следует... Вы слышите радио миньонов? Так, это не так. Нас надо зайти в комнату, изменить комнату и тогда поставить. О! Так, давайте орка и эльфа добавим. Гоблинов я вообще обожаю. Давайте гоблинов. Как раз по росту получилось. Посмотрим. Правда, не многовато ли стражников для нас. Так, чё тут вы хотели? Эй! Неужели бы мы попробовать обоскалить таверну, когда пенопушеры все еще глубоко в их пейперворке? Если мы слишком долго, мы сможем получать нашу зарплату, сжиганную воду, сжиганную воду ДФ. Это правда, что получать дунжон в комплиенцию очень дорого. Что бы наша таверна нужна, чтобы нам дать больше вероятных? Ну, я это делал, с логовыми бутылками вокруг. Мы должны быть able на несколько кегов. Потом, получите кого-то, чтобы посадить планк и аль. Глобная бутылка равна бутылка равна бутылка. Парфектно! Давайте занимаемся этим заниматься пока мастер занимается там. Насколько дней. Да, и так будет наши бутылки. Давайте бутылку всей страны и бутылку. Все это собрание и модерация только для моноков и элвов. Арт. Висящие сосиски важный фактор, привлекающий посетителей. Ага, понял. Чем больше сосисок, тем престижнее таверна. Количество посетителей таверны зависит от ее престижа и предлагаемых напитков. В каждой категории посетителей есть свои предпочтения и в пивке, за которыми нужно следить, иначе они быстро покинут это место. Выберите бухучет. Господи! Бухучет. В этом меню указаны... Извиняюсь. Доходы и расходы данжена, а также прибыльность таверны, что позволяет оценить ее рентабельность. Прибыль таверны почти 300 золотых. Содержание таверны 30... А, вот. Доход таверны 150. Подожди, как 150? Ну ладно, пусть будет 150. Содержание таверн 32. Изменить таверну, разместить бочку для привлечения посетителей гоблинов, бочку для эльфов. Изменить комнату, добавить территорию. Так пусть будет. Сразу вот так можно. Двери сюда. Простой бар. Так вот же у нас. Это же он? Ну да. Так, бочки гадкого сока. Людей и эльфов. Привлекают. Вот, можно тут поставить. Двери. Бочки дешёвого пива Бахник 9. Бахника 9. Бахника 9, точнее. Людей и гоблинов. На продаже 9. Плату с лиреном 10. Так. По одной пока поставим, там посмотрим. Что тут? Мясной буфет. И вегетарианский буфет. Игровой стол. Так. Ну вот, давай здесь и поставим. Стол можно куда-нибудь сюда. Буфет. Вот. А, большой. А ну как раз вот. Раз. Вот два. 750. Уже не так дёшево. Деньги-то уходят потихоньку. 7 стражников. Один слуга. Два повара. Да. Да. Что это тут? Сияю от чистоты. Весело. В отличной форме. Живот полон. А у меня вопрос насчёт спального помещения. У меня только две кровати. Эльф-слуга. Управляющий тоже тут спит. У меня явно мало кроватей. Двухэтажные кровати будут потом. Можно ещё парочку поставить тут. Там посмотрим. 15 из 22. В очереди 5. Или в очереди за выпивкой. или на вход очередь. Может ещё один бар-то нужен? А может не нужен? Не сильно прибавил. Дон! Businesses are booming. Drunks are pouring in, and we've diversified our clientele. We run an inclusive establishment, as they say. One for all, all for alcohol. Perfect. And master's none the wiser. Raising your standards without letting the guards in on it? You're done for, you rascals. My report is on its way. Unless... we can reach a deal. We'll negotiate. Discreetly. I have identified another item of non-compliance of one of your dungeon's primary sub-processes that prevents it from being eligible for exploration. Your organization suffers from chronic underinvestment in its inventory for the capabilities of tooling and other crafting appliances. Relax! Take care of this immediately, or I'll turn you into a screwdriver! Yes, master! PHE-PHE-PHE! Построить мастерскую, разместить серстаки, нанять гоблинов-ремесленников... Ничего себе! Мастерскую. Давай вот тут поставим в уголке... ... ... ... пятая неделя тем временем пользуют только ремесленники гоблины 2 верстака на давай сюда так нанять эльф-слуга госинта солиберг человек-повар четыре людей серость а нам хватает еды ты там как вы хавчик вообще не делаете ли у лопают быстрее чем вы делаете но где у меня стражники они довольны едой только что был доволен который тут сидел где-то девочки все дрыхнет дрожники тоже тут дрыхнут то есть минуты кровати ты 10 штук уже раз будет больше журку ладно пока не важно что там гоблины ремесленник гривен и грандиос планирующим они я а и Ремесленники гнома производят здесь вооружение, ремесленники гоблины производят здесь инструменты. Зачем нам инструменты, пока не понятно. Звезды символизируют престиж комнаты. Выберите своего повара, чтобы узнать подробно. У каждого миньона есть свои запросы касаемо используемых им комнат. Репутация данжена растет, если запросы прихвост не выполняются. Некоторые комнаты, например, санузлы слишком неизменны для высокоуровневых приспешников. В таком случае убедитесь, что остальные используемые комнаты достаточно престижны. Запросы отсутствуют. Так, а второй где? Запросы отсутствуют. Достичь репутации данжена 3. Престиж комнаты, если она украшена. Прихвост не приносит репутацию, когда работает в комнате соответствующих запросов. Так, расставить, короче, украшательства надо, да? Караулки у нас... Это полная звезда или не полная? Видимо, полная. Она же выделена, а тут не выделена. Да. Караулка им нравится. Где, кстати, мои гоблины? Репутация выросла на один, но уже хоть что-то. Так. Окей, вот наш орк. Красавчик. А просто отсутствует. Нечем заняться. Ну, что-то хотел. Типичный. Это гоблин-стражник, да? Да. Это наш управляющий. Так и не разберешь. Типичный производство. Типичный производство 55%. Так, столовая. Мясной стол. Вегетарианский стол. Ага. Так. 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 Как раз за дверь все влезает. Поставить. Это для орков и эльфов наших. Приспешники тут не шатаются. Приспешники тут не шатаются. Во. Так мы уже забиты. Где наш бух учет. Доход 300, расход 114. Итого плюс 500. Рисует вроде правильно. А что за столами никто не сидит? А вот тут сидят. Так. Что со столовой? Нету звездочки. Надо что-то добавить им. Мест тут мало. Можно что-нибудь на стену повесить. Где-то тут было. Настенные украшения. Пакелы. Белье. Интересно, два одинаковых дают эффект? Или нет? Посмотрим. Будет ли что? Так. Ничего нового не появилось для туалета. Украшения. Над душами повесим беличка. Сушится. А, ну туалет у меня вообще нормально будет. И как раз места много. Шикарно вписалась. Так, ты мясо сделал? А, бёрт. Ты за другую плиту перешёл? Во. Целая звёздочка теперь. Кавчика всё ещё нехватка. Что, мне третьего повара, что ли, нанимать? Человека? Да. В спальне всё не очень. 20 кроватей, когда будет, можно будет двухэтажно открыть. Особое украшение. Можно открыть на барахолке. Да, и тоже бельё развесим. И кровати, похоже, надо добавить. Да. Ой, ладно. Не плохо. Тихо. И не плохо. Тихо. Тихо. И шокурка. Тихо. 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 И взял зверь. Тихо. Тихо. Всё. а так почему не встает дверь внутрь открывается тогда так в детском саду так чё с комнатой отдыха вон тут вообще хорошо мы поставили все что было но идем подсвечник добавим куда-нибудь да камейка сундук ну-ка нормально добавляют еще какая-нибудь штука и плюс звездочка надо еще что-нибудь добавить на стену факел повесим чтоб место не занимал так в спальне сундук для вещей открылся место только у меня давай поставим караулки все стоит комнате отдыха все стоит кухня есть мастерская санузел да смотрю не пропустил ли я чего спален и все столовая ничего больше не появлялась так вам два душ то хватает будет не хватать будет кто-то ходить грязно только не все вроде чистыми занимается гигиеной вообще в душ они по очереди похоже ходят давайте еще добавим туалеты вроде свободные спальня почти две звезды отдых две звезды туалет почти одна а была же одна не понял уменьшилась а вот есть спальня почти две почти нас не устраивает давай добавим факел и на стены например постеры картинки у нас же спальня для подростков так есть тут почти надо украсить вы что пару мангалов картинки натюрморт а мы это так две звезды две звезды одна одна так у гоблинов ничего шинке нет они ж гоблины куда их факелы повесим а дверстаком нельзя там занят факел флаги какие-то больше на стену еще не повесим ну как раз противопожарная безопасность наше все точнее пожарная ковер красота так управляющего тут пройти компанию дальше уровень репутации 10 10 20 20 украшения особые есть краники и шкаф гаси шкаф подожди я хотел его наоборот поставить надо ли убираться в этой комнате наверно надо он же гоблин а шкаф у него с бутылками я понял 1 звездочка там наверно надо расширять похоже умолчание продает пиво низкого качества привлекает людей подожди по умолчанию может что-то изменить и 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 где вообще все привлекают уровень репутации восемь надо но эти еще один бар поставим вообще мне мест не хватает сидячих хотя не за столами не сидят но не хватает именно сидячих мест у нас тут прям этот октобер фест какой-то посмотрим прибавится еще нибудь или надо бочек вот этих расставлять а прибавляется с каждой с натяжкой престижный данжен давай бой так что-то открылось спальное помещение шкаф мне тут некуда воткнуть уже шкаф спальню расширять а 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 тогда уж вот так сюда шкаф а то что на этой стенке плакатики я вешал они все разберут и никуда не переместят да ну да я думаю может перевесят на ту стенку было две звезды стала одна потому что много пустого места стало и вообще пока непонятно эльфам и оркам надо отдельные комнаты ставить спальни и все прочее или не обязательно вернем плакатики флаги можно 18 где очередь тут на мосту стояла было бы прикольно а тут никто не наливает потому что трактирчик у нас один он тут у нас три повара уборщик гоблины ремесленники в найме а почти у вас тут вы до звезды не дотянули у вас такая красота . много пустого места видимо что и место им не нравится о все получилось достроили 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 это место жм это место дам дам я просто слышал про тебя скатал я то, что вы думаете эта место может есть больше паттера и меньше беда направо на крыльях расстрелится оба всех так сделайте то Поздравляем, репутация даже приспособна, раз теперь вам открыт доступ ко второму этажу. Каждый дополнительный этаж повышает лимит прихвостней, ага, но приводит к дополнительным управленческим расходам. Эти траты прибавляются к сумме указанной, это понятно. Лестница. Чтобы этаж стал доступным, вам понадобится лестница. Разместить лестницу для доступа ко второму этажу. А нам надо близко ко входу ее ставить или наоборот лучше близко ко входу не ставить? Вообще вот прикольный тут закуток получился. Давай поставим тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тут есть одна звезда. Отлично. Ладно, спасибо, что смотрели. Такая забавная игрушка. Пишите, кто играл в Dungeon Keeper. И как вам вообще эта игра? Она вроде бы не очень-то и новая, но... Я ее до этого не видел. Спасибо всем, что смотрели. Всем удачи. Всем пока. Продолжение следует...